Сделки с криптовалютой вне правового поля и рискованное занятие. В этом убедился и житель Слонима. Мужчина торговал на бирже и попал в поле зрения специалистов киберразведки. Установлено, что с декабря по март он провел через свой кошелек свыше 100 тысяч рублей. Сейчас парню грозит административка за незаконную предпринимательскую деятельность и штраф до 4 тысяч рублей с конфискацией дохода. В милиции объясняют свое пристальное внимание к такой деятельности тем, что таким образом криптовалютчики способствуют аферистам выводить деньги в цифровое поле. В отношении криптовалютчика составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф с конфискацией до 100% суммы дохода. Напоминаем, реализация криптовалюты относится к предпринимательской деятельности и должна быть оформлена соответствующим образом. Держателям цифровых активов во избежание потери средств стоит проводить операции через официальную платформу. Продолжит выпуск. Обзор криминальных и чрезвычайных происшествий его подготовил Владимир Королев. Оставила еду на плите без присмотра. Это предварительная причина пожара в Бресте. Накануне вечером спасателям поступило сообщение о задымлении в двухквартирном доме. На диване в комнате огнеборцы обнаружили без сознания пенсионерку. Бойцы МЧС вынесли пострадавшую на свежий воздух и до приезда медиков оказывали первую помощь. Сейчас она в больнице. Двух закладчиков задержали в столице. Это работа Могилевского наркоконтроля. 35-летние мужчины и женщины успели проработать таким образом около месяца. Они получали от кураторов расфасованные партии мифедрона и делали закладки в разных районах. За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. В тайниках на территории города Минска обнаружено в общей сложности почти 70 грамм особо опасного психотропного вещества мифедрона. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Я и Перумайского. Придите, ваша водителька. Пьяного водителя такси задержали в Минске. Экипаж ДПС остановил автомобиль, водитель которого вызвал подозрение у инспекторов. Извозчика отправили на экспертизу, а свидетельствование показало 0,37 промилле алкоголя. За незначительное превышение допустимой нормы мужчине грозит штраф и лишение прав на три года. Не прошел мимо сладостей галошей. В Минске 52-летний житель столицы решил не платить за товары в магазине. В джентльменский набор вошли пара галош, зефир и конфеты. Покупателя задержали при попытке покинуть торговый зал. Это был проект Зона Х. Наши новости есть на ютуб-канале проекта и в инстаграм. Хорошего дня и оставайтесь на светлой стороне. А про темные новости из мира криминала мы расскажем в нашей вечерней программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...